Ну что ж, давайте начнем тогда. Я начнем с того, что представимся. Меня зовут Рами Мулейс. Я продакт-менеджер в команде DevZone. Со мной сегодня Евгения Рубальская. Она тимлид команды, которая занимается разработкой платформы. Она расскажет нам, сделает небольшой обзор о платформе, расскажет, какие сервисы есть, как они вам помогут и как можно к ним подключиться. После этого Сергей Жуков, тимлид команды, которая занимается разработкой сервиса контроля периметра и контроля эмуляции фишинговых атак, периметр сканера и фиш зон, он покажет нам, как работать в этих сервисах. После этого небольшой обзор наших планов. И мы обязательно уделим время, какое-то время вашим вопросам. Так что, пожалуйста, задавайте их по мере появления, чтобы они не забылись. Есть кнопочка внизу со знаком вопроса. Там вы их можете задавать. Мы обязательно на них все постараемся ответить. Что ж, тогда сначала давайте сразу расскажу про то, что такое DevZone. Очевидно, что мы всем живем уже в новой реальности, в новых реалиях. Все бизнесы сейчас стараются сокращать расходы, издержки, к сожалению, в том числе и на кибербезопасность. При этом наблюдается повышение количества кибератак и инцидентов безопасности. И такое чувство, как будто мошенники тоже пересли на удаленку. Плюс ко всему у нас все те же привычные злоумышленники, к которым мы привыкли бороться. И пока другие российские вендоры безопасности только рассуждают об облачных трендах, о том, что надо идти в онлайн и так далее, компания Bizon уже запустила платформу облачных сервисов кибербезопасности, где представлено множество сервисов продуктов компании наиболее удобным и эффективным для бизнеса способом. Платформа сейчас находится на этапе бета-тестирования, но уже можно воспользоваться некоторыми сервисами, основанными, которые основываются на экспертизе наших коллег. Есть сервисы, управляемые нашими коллегами, специалистами ИСОКа. Есть экспертные сервисы, которые основываются на опыте наших коллег. Есть просто автоматизированные какие-то решения. Проведу несколько примеров и постараюсь подсветить, почему использование облачных решений сейчас наиболее актуально, очень актуально и решает проблему издержек. Например, на платформе представлен сервис Continuous Fondation Testing. Вы можете подключить его на платформе и получить... Этот сервис основан на экспертизе одной из лучших пентестовых команд. И благодаря процессному подходу к пентесту вы получаете преимущество как автоматизированного поиска уязвимостей на периметре, в сочетании с точностью ручных проверок, сокращая при этом издержки на разбор уязвимостей. Кроме того, вы можете, например, подключить управляемые сервисы специалистами нашего СОКа, такие как облачная защита в приложении, облачная защита электронной почты, избавляя себя от необходимости нести лишние издержки, такие как внедрение, поддержка, настройка этих дорогих средств защиты информации. Кроме управляемых экспертных сервисов, мы работаем над тем... Есть сервисы, которые помогают автоматизировать трудоемкие задачи, мы над ним активно работаем. Например, вы можете подключить сервисы, которые помогают наладить коммуникации внутри больших распределенных команд, например, где есть команд кибербезопасности, где есть множество холдинговых дочерних... Когда есть холдинговая структура со множеством дочерних организаций, есть сервисы, которые помогают автоматизировать соответствие требованиям стандартов. Вот. Но кроме сервисов для крупного бизнеса, мы активно работаем над тем, чтобы сделать кибербезопасность максимально доступной и простой, в том числе для малого и среднего бизнеса, которые, как мне кажется, даже... Скорее всего, даже не подходили к вопросу кибербезопасности, и при этом очень сильно страдают сейчас от кибератак. И поэтому мы сделали такие сервисы, как FitchZone и ПериметрСканер, о которых сегодня чуть попозже расскажет Сергей. Сделали их бесплатными. В принципе, вы можете сейчас... Любая организация может сейчас зайти на dev.zone, зарегистрироваться и начать пользоваться этими сервисами. Как это сделать и что можно от этого получить, расскажут мои коллеги. Но перед тем, как я передам слово, мы во время подготовки к вебинару подумали, что нам очень хочется наладить с вами диалог во время вебинара. Например, сейчас Евгения будет рассказывать про облака, про то, почему мы решили туда перейти. Но сначала мы хотели узнать ваше мнение. Что вы думаете, как эксперт о кибербезопасности? Что вы думаете о том, что облачная кибербезопасность, что сервисы кибербезопасности находятся в облаках? Для этого мы будем использовать платформу, платформу, которая называется Menti. Вы можете на отдельные вкладки, например... Сейчас, одну секундочку. Что-то пошло не так. Вот, все, все нормально. Вы можете перейти на сайт menti.com и ввести код 599951 и начать отвечать на этот вопрос. Вы можете выбрать любые... Вы можете выбрать любые три слова, которые у вас ассоциируются с облачными сервисами. Давайте проверим, работает ли эта история. Кто-нибудь мог пройти и проголосовать? Отлично, супер. Мы видим, что уже пошли ответы. А, вот, господи, я извиняюсь. Очень удобно будет, если вы используете телефон. Для этого вы можете, например, посканировать QR-код и с телефона отвечать в реальном времени. Мы таким образом сможем с вами обсуждать ваши ответы уже сейчас. QR-код или на отдельной вкладке menti.com вводите код, который вы видите, и можете участвовать. Мы несколько раз вернемся к этим опросам. И сейчас я передаю слово Евгению. Она уже проведет обзор платформы. Добрый день, уважаемые коллеги. Райми, спасибо. Меня зовут Евгения Рубальская. Я отвечаю за разработку портальной части платформы. На протяжении всей карьеры я работала в разных ролях. Всех их объединяло одно. Это всегда были роли между техническими специалистами и бизнесом. И всегда, независимо от команды, продукта, руководителя, всегда я сталкивалась с одной и той же проблемой. Очень сложно объяснить и обосновать бизнесу размер расходов на обеспечение должного и желаемого уровня кибербезопасности предприятия. В глазах бизнеса кибербезопасность – это что-то, что всегда характеризуется тремя словами. Это что-то, что очень долго внедрять на предприятии. Что-то, что внедрять очень дорого. И такое потаенное желание в глубине души. Может быть, и так сойдет. Может быть, и не нужно ничего делать. Это, наверное, самый грустный, самый худший подход, если вам не повезло его встретить в глазах представителей вашего бизнеса. Здесь, конечно, можно надеяться, что со временем что-то изменится. Как правило, это и происходит. Что примечательно, это происходит часто после первого серьезного инцидента. Но, согласитесь, это, наверное, не та цена, которую хочется и которую мы готовы заплатить. Особенно, когда есть опенсорсные варианты, есть какие-то бесплатные решения. Правда, здесь, конечно, все мы склонны наступать на одни и те же грабли. В момент, когда мы принимаем решение, в момент, когда мы выбираем средства защиты, мы очень часто недооцениваем или относимся недостаточно серьезно к оценке стоимости долгосрочной поддержки такого решения. Какого-то очевидного, простого выхода здесь действительно нет. Технические специалисты, с которыми мне посчастливилось работать наоборот, у них полностью противоположный подход. Я думаю, вы со мной согласитесь. Они хорошо понимают, что обеспечение кибербезопасности предприятия – это задача очень комплексная, очень сложная. Не получится решать ее, периодически возвращаясь к ней, когда, допустим, есть время и ресурсы, и забывать про нее на какое-то время. Должный уровень защиты может быть обеспечен только в комплексе. То есть мы должны непрерывно идентифицировать угрозы, нейтрализовывать их, не забывать при этом учить специалистов по кибербезопасности, если они у нас есть в штате, не забывать работать над общим уровнем информационной гигиены в компании. Построить подобный серьезный процесс внутри своей организации выходит далеко не у всех. Это действительно очень долго, дорого и сложно, и причем выбор технического решения – это лишь часть проблемы. Как бы хорошо, если у нас есть фаервол, но что толку, если при этом наши сотрудники продолжают регулярно попадаться на фишинг. Подход действительно нужен очень комплексный и очень серьезный. В то же время мы, как и многие, знакомились с результатами международных исследований. Действительно, утечки данных до сих пор происходят по очень банальным причинам, из-за очень простых человеческих ошибок. Каждый пятый случай – неправильная настройка на периметре, каждый третий – применение социальной инженерии, фишинговые атаки. Здесь, конечно, это результаты международных исследований. Здесь будет интересно посмотреть на то, как все это накладывается на российский рынок. Все-таки он достаточно специфичен. Пожалуйста, поделитесь с нами своей болью, расскажите, о каких сервисах на периметре вы беспокоитесь и переживаете чаще всего, из-за чего спокойно по ночам не спите. Будет интересно сравнить результаты и ваш опыт с небольшим исследованием, которые мы провели сами. Для этого используем ту же платформу, с которой вы уже познакомились вместе с Рами. Сейчас у вас на экране появится QR-код. Точно такие же два способа. Есть QR-код, удобная достаточность телефона, и есть прямая ссылка на сайт menti.com. Если вы переходите по прямой ссылке, вам понадобится ввести цифровой код 5999-951. Пока вы это делаете, расскажу немножко про наши варианты. Собственно, как только вы перейдете внутрь, вы их увидите. Их 7 – веб-серверы, FTP-серверы, СУБД, DNS-серверы, ERP-серверы, средства удаленного администрирования и целая группа так называемых интернет вещей. Сюда мы отнесли все, что связано с любой неофисной техникой. Это и принтеры, сканеры, средства видеонаблюдения, подминки домашних роутеров. Я думаю, вы знаете, что это за категория. Подождем еще немножко, пока вы голосуете, расскажу. Есть небольшие новости как раз относительно категории интернета вещей. Буквально на прошлой неделе в сети появилась информация о целых 19 новых уязвимостях, затрягивающих устройств из этой категории. Их нашли в достаточно старой библиотеке. Ее разработали еще в 90-х годах и продолжают во многих продуктах использовать до сих пор. К счастью, не все эти 19 уязвимостей оказались хористическими. Только 4 получили рейтинг 9,8 и 10. Но тем не менее, этого достаточно. Это значит, что есть как минимум 4 способа, с помощью которых злоумышленник может сравнительно легко получить доступ к такому устройству. Причем как из интернета, так и из локальной сети. Если интересно, почитайте. Достаточно большой перечень устройств, которые оказались затронуты. Мой коллега скинет ссылку в чат. Там даже есть демонстрация атаки. Можно посмотреть. Думаю, что у нас уже определились лидеры. Средства удаленного администрирования. В условиях, когда о них очень часто говорят, неудивительно, что они сразу за веб-серверами. Да, на первом месте веб-серверы, затем средства удаленного администрирования. Чуть подальше FTP-серверы. Субодей, интернет вещей и DNS-серверы. Последние три места. Что ж, давайте сравним с тем, что получилось у нас. Мы провели свое небольшое исследование. Выявили некоторые усредненные значения периметра организации. Вот что мы на нем обнаружили. Чаще всего это веб-серверы. Действительно, в первую же тройку вошли FTP-серверы, вошли DNS-серверы, кстати. В аутсайдерах оказались, как ни странно, средства удаленного администрирования и ERP-серверы. Ну и хорошо, что они в аутсайдерах. И посередине СУП-БД. Да, все-таки это еще встречается. И как раз тут самый интернет вещей. Да, действительно, уследить подобным запаркам на периметре непросто. С этих мыслей когда-то начиналась разработка платформы облачных сервисов киберобезопасности DevZone. Мы много думали, много работали над тем, чтобы решения, которые мы проектировали и делали, не требовало от вас разворачивания какого-то дополнительного оборудования на своей стороне, чтобы не нужно было искать новых людей в штат, расширять команду. Чтобы можно было дать пользователям удобный графический интерфейс, чтобы не напрягать тех, кто там не умеет и не любит долго работать с командной строкой. В конце концов, чтобы дать удобную возможность оплаты, чтобы можно было платить использование сервиса в соответствии с объемом его потребления, в соответствии с размером организации, который его потребляет. Конечно, все это звучит как немножко такая волшебная таблетка или серебряная пуля, как мы шутим. Здесь действительно все это одновременно возможно, пожалуй, только в облаке. Облачные решения действительно внедряются намного быстрее, действительно не требуют разворачивания дополнительного оборудования, поиска команды. Кроме того, они закладываются в ОПЕКС-бюджет. Это значит, что они монетизируются и окупаются быстрее. Но есть и минусы, мы не можем о них не говорить. Я думаю, вы со мной согласитесь, что в случае, когда вы используете облачное решение, ваш контролируемый периметр растягивается в сторону этого решения. Очень важно следить за тем, какие данные вы передаете, как они обрабатываются, что в принципе происходит с данными на другой стороне. В самом начале Рами просил вас рассказать, что вы думаете об облачных сервисах кибербезопасности. Давайте посмотрим на то, что получилось. Будет очень интересно. Так, есть те, кто относится достаточно позитивно, в целом позитивно настроен. Вижу, да, вижу. Есть те, кто настроен нейтрально или еще не пробовал. Конечно, есть и те, кто выражает осторожность. Понимаем, что это не так просто, рискованно. Да, действительно, мы и сами думали о недостатках такого решения. Здесь важно сказать, что, во-первых, мы концентрируемся только на периметре. Это значит, что имеем доступ к достаточно ограниченному объему данных. Во-вторых, вы всегда контролируете, какие именно данные поступают в сервис. Ну и также у нас достаточно гибкая ролевая модель. Вы можете самостоятельно управлять, какие права получат сотрудники относительно доступа в тот или иной сервис. А мы, со своей стороны, непрерывно продолжаем работать над тем, что себя представляет платформа, над уровнем ее защиты. Уже в ближайшее время появятся два фактора идентификации, ряд других мер. Последние, наверное, 3-4 месяца мы видим изменения. Видим, что все больше клиентов в условиях пандемии, постпандемии все охотнее переводят свою инфраструктуру в облако. Это позволяет им начать экономить уже прямо сейчас, начать жить по модели операционных расходов. Действительно, внедрение такого решения занимает от нескольких часов до 1-2 дней. Сейчас на платформе, как уже говорил Рами, объединены самые разные сервисы. Есть решения, сделанные, спроектированные для организаций со сложной иерархической структурой, у которых есть дочерние и головное общество. Все это достаточно сложно скоммуницировать между собой. Есть решения, которые подойдут для компаний, в которых за кибербезопасность отвечает всего один человек, например, системный администратор. Есть простые решения, те же фирзон, периметр, сканер, их можно подключить бесплатно, и их управление не требует сильно глубоких знаний, какой-то специальной подготовки. А есть решения, которые, наоборот, управляются профессионалами со стороны БИЗОН, от контроля периметра до мониторинга, реагирования на инциденты. Как мы уже говорили, эффективнее всего это срабатывает в комплексе. Например, мы можем подключить бесплатный сервис периметр-сканер, настроить регулярное сканирование всех своих сайтов. Допустим, не знаю, хотим, чтобы все наши сайты сканировались повторником. Это существенно упростит задачу контролирования состояния периметра. Если мы хотим пойти дальше, мы хотим непрерывно контролировать состояние периметра, может быть точечный пин-тест, подойдет сервис Continuous Penetration Testing. Это непрерывный пин-тест. Иногда мы называем его пин-тест на постоянной основе. Ну а найденные уязвимости можно закрыть с помощью облачного решения для защиты веб-приложений Cloud Web Application Firewall. Подключение последних двух сервисов займет не больше одного-двух дней, в зависимости от того, как быстро вы можете предоставить всю нужную информацию ответственным инженерам. Но периметр-сканер – бесплатный сервис. Чуть попозже покажу, как его подключить. Все, что от вас потребуется, это зарегистрироваться на платформе и внести информацию об инфраструктуре, которую вы собираетесь сканировать. Другой пример. Можем сымитировать фишинговую атаку на сотрудников. Лучше, конечно, делать это регулярно, но с помощью фишинговой атаки выявим тех, кто на фишинг попадется, имеем возможность целенаправленно провести обучение этих пользователей в специальном сервисе. Что касается больших гарантий, все-таки даже регулярных атак недостаточно. Даже одного невнимательного сотрудника будет достаточно, чтобы самымышленник получил доступ. Облачное решение для защиты почты поможет защитить почтовый канал от спама, от вредоносных вложений. Давайте посмотрим, как это выглядит в реальности. Зарегистрируемся на платформе. Используем нашу корпоративную почту. Мы работаем только с юридическими лицами, поэтому просим использовать именно ее. Сейчас нам на почту поступит письмо. Вот оно. Можем перейти по ссылке и установить пароль. Должен быть достаточно сложный пароль. Так, да, кажется, я вела себя не очень хорошо. Теперь мне нужно доказать в углу, что я не робот. Да, мы попали внутрь платформы. Видим перед собой список всех сервисов. Очень коротко, что здесь есть. Группа сервисов для управления дочерними обществами. Оставлю их на десерт, вернусь чуть попозже. Те самые периметр сканер и непрерывный пин-тест. Сервисы для тестирования инфраструктуры. Сервисы для защиты инфраструктуры. Облачное решение, облачный фаервол и облачная защита почты. Сервис для мониторинга реагирования на инциденты, чуть пониже управления инцидентами. И сервис для тестирования сотрудников организации. Фишзон. Сегодня Сергей нам покажет и расскажет, как ею пользоваться. Быстро представимся на платформе. Нам нужно будет указать название организации, от лица которой мы действуем. Видим, что страна и организационная правовая форма уже указаны. Если нужно, можно это поменять. Теперь мы можем вернуться к списку сервисов. Можем добавить других пользователей, например, если хотим показать систему коллегам. Можем добавить инфраструктуру, если знаем, что, допустим, сегодня она нам понадобится. Она нужна сервисам, которые мы используем. Сегодня у нас по плану сканирования периметра и имитации фишинговой атаки. Поэтому нам точно понадобятся домены IP-адреса. Добавим парочку. Это можно сделать как вручную по одному, так и загрузить их из списка. Видим, что они добавляются в статусе верификация. Их можно будет использовать в сервисе тогда, когда они верификацию пройдут. Перейдут в статус подтверждено. Кстати, это уже произошло с доменом DevZone. Его уже можно использовать в сервисах. Так, обещала вернуться к десерту, но прежде подключу бесплатный сервис, который будет показывать Сергей. Да, вот они буквально в три клика каждый. Готов. Теперь очень быстро, что касается десерта. Это группа решений, разработанных для тех, в чью задачу входит не просто обеспечить кибербезопасность какого-то, не знаю, отдельно стоящего офиса, который можно легко обойти с первого до последнего этажа. Это в основном для тех, у кого таких офисов, организаций, торговых точек или представительств много, и даже обеспечение коммуникации между всеми этими подразделениями – это отдельная сложная задача. Начать можно со специализированных опросов на тему кибербезопасности. С их помощью можно выявить наименее защищенные из многочисленной сложной разветвленной структуры точки, начать именно с них. Подобные опросы можно ссылать как в одиночку, так и вместе с каким-то информационным сообщением любого формата. Что важно со статистикой о прочтении, если вы когда-нибудь пробовали быстро и просто получить ответ от, не знаю, 50 разных организаций на какую-нибудь важную тему, вы почувствуете разницу. И отдельная задача, которую решает этот сервис – это приведение в соответствие документов в головной организации и в дочерни, той же самой, например, политике безопасности. Есть отдельное решение, оно позволяет автоматизировать внедрение и адаптацию документа, оно подстраивается под уже существующий в организации бизнес-процесс и напоминает своевременно, когда к тому или иному документу нужно вернуться повторно. Это что касается быстрого обзора сервисов. Рами, передаю тебе слово. У нас сегодня по плану, как я уже сказала, сканирование периметра и фишинговая атака. Спасибо. Рами. Да, спасибо большое, Женя. Я на самом деле быстро и передам слово уже Сергею. Я хотел буквально остановиться пару минут на твоей картинке типового периметра. Вообще, мне казалось интересным ответы людей по поводу того, что DNS-игра особо не так сильно вызывают какое-то беспокойство, что они торчат, что на них нужно обращать внимание. Потому что как раз недавно был кейс, был кейс с Microsoft. Да, собственно, что я хотел сказать, что недавно был кейс, когда у Microsoft обнаружили, было взломано около 700, обнаружили взрывы, благодаря которой было взломано около 700 поддоминов. И это было сделано из-за того, что не были правильно настроены DNS-севера в облачных сервисах. И вообще понятие периметра, оно немножко, уже нет такого монолитного понятия, как периметр, из-за того, что есть куча сервисов, которыми надо интегрироваться, которые надо следить за их настройками, конфигурациями. Собственно, обожая тот же опрос по поводу того, что на периметре очень много веб-приложений, мы действительно первым делом начали в нашем исследовании смотреть в эту сторону. И проверили, запустили тестирование этих вот приложений на предмет, не на уязвимости, а на предмет просто, насколько все правильно сконфигурировано. То есть есть ли шифрование, есть ли корс, политика, все правильно ли сконфигурировано с точки зрения заголовков и так далее. У нас было около 17 тестов и, к сожалению, прошли большинство этих тестов только 1% из тех приложений, которые мы проверили. Вот, эти все тесты, то есть даже не говоря об уязвимостях, уже есть проблема именно с конфигурацией этих приложений с точки зрения безопасности. И мы эти тесты, собственно, добавили в периметру скамер в качестве профиля сканирования, которых сейчас, собственно, расскажет Сергей. Сергей, я тебе передаю слово. Рами, спасибо. Всем добрый день. В ближайшие 20 минут я расскажу про сервисы периметр сканера, фишзон, и покажу их действия, просканируя периметр, выполню анализ веб-приложения и запущу имитацию фишинговой рассылки. Перед тем, как присоединиться к команде DevZone, я более 10 лет занимался веб-разработкой и интеграциями веб-решений для бизнеса. И для меня всегда был важен вопрос безопасности, будь то ERP-систем, открытых API, интернет-магазинов или готовых решений с использованием популярных движков. Я привык мыслить в интересах бизнеса, и будь то безопасность самих веб-приложений или инфраструктуры, на которые они запущены, она является одним из основных критериев качества, предложенных и используемых IT-решений, потому что сейчас тесно связана, как никогда, с рисками самого бизнеса. Но возможно ли самостоятельно решить проблему безопасности без увеличения штата? И с одной стороны, очевидно, что полностью защищенных решений не бывает, а приближение к совершенству связано с экспоненциальным ростом расходов. Иногда это действительно оправдано, например, в банковской сфере, где ставки очень высоки. Но чаще всего происходит просто игнорирование проблем, потому что неясно, как же к ним подступиться. И мы не раз сталкивались с проблемами повышения уровня кибербезопасности, потому что для разработчиков или системных администраторов требования или вовсе не ставятся, или они размыты и неизмеримы. Зато вполне реально включить в список обязанностей четкие задачи, которые выведут системы на новый уровень в области защиты. Но как сформулировать эти задачи? Как подступиться и с чего начать? Именно на эти вопросы поможет ответить периметр сканер. Он проанализирует вашу инфраструктуру и на базовом уровне определит ошибки конкурса и настройки безопасности, и, что важно, предложит рекомендации и описание обнаруженных проблем, на которые стоит обратить внимание в первую очередь. Таким образом, периметр сканер – это первое звено в цепочке вашей кибербезопасности. Давайте посмотрим, как выглядит сервис изнутри. Заходим на платформу DevZone. Спасибо Евгении за то, что подключил сервисы, и мы можем ими уже сейчас воспользоваться. Выбираем периметр сканер и создаем новое сканирование. Итак, периметр сканер – это сканер сетевого периметра, включающий разные типы сканирования, которые мы назвали профилями сканирования. И сейчас мы видим два профиля – это инвентаризация периметра и защищенность в веб-приложении. Данный список будет пополняться, но в скором времени появятся и новые профили сканирования. Давайте выберем профиль инвентаризации периметра. На входе вы задаете список IP-адресов, будь то отдельный IP, диапазон или даже целая подсеть. Выбираете список портов. Все порты, самые распространенные или конкретные, сохраняем. И это все, что нужно. Дальше вы просто запускаете сканирование. Кстати, тут рекомендуем настраивать запуск по расписанию. Выбираете повторяющийся запуск, скажем, Евгения сказала, в вторнике, пускай будет в вторнике. И оно выполняется автоматически без вашего участия, после чего вы получаете отчеты с результатами запуска. Сканирование выполняется несколько минут, и для наглядности я заранее сделал три запуска в разное время. Таким образом, после выполнения сканирования мы с вами видим первое. Это какие порты открыты? Для многих сам факт того, что у них открыт ряд портов, уже оказывается большим сюрпризом. И здесь вы можете убедиться, что не открыто ничего лишнего. Второе, что мы видим, это то, что находится на этих портах. Запущенный сервис или операционная система, программное обеспечение. Кто-то может возразить, что видны порты и операционные системы, ну и что? Что в этом плохого? И само-то по себе это неплохо, но вопрос в том, что может злоумышленник получить из данной информации, и как он будет действовать. А он будет действовать из того, что ему известно и что он видит. Поэтому это та информация, на которую он станет опираться дальше. Смотрящая ли это наружу база, RDP или файловое хранилище, первым шагом всегда идет сбор информации. Чем больше информации о вашей системе известно, тем точнее злоумышленник может определить вектор атаки. И третье, мы можем сравнивать запуски, анализировать, какие порты открылись, закрылись, что изменилось, конкретно в формате было-стало. А в разделе «Статистика» благодаря регулярным запускам можем наблюдать динамику изменений в сетевой инфраструктуре с течением времени по IP-сам, портам и количеству изменений от запуска к запуску. И, как сказала Рами, новая реальность с переходом на удаленный формат работы выносит свои коррективы, и все больше сервисов стало смотреть наружу. В результатах сканирования, которые мы только что рассмотрели, вы, вероятно, обратили внимание, что на многих портах расположен сервис HTTP, соответственно, 80 и 443 порты, значит, это веб-приложения, и мы можем их проанализировать следующим профилем сканирования периметра сканер, который называется «Защищенность веб-приложений». Зайдем снова в платформу, в сервис Периметр Сканер, создадим новое сканирование и выбираем этот профиль анализа веб-приложений. Добавляем. Все, что нужно для запуска, это всего лишь задать список ваших доменов для сканирования. Добавляем второй домен. Сохраняем. Запускаем сканирование, и по завершении сканирования мы видим отчет по каждому домену с общей оценкой безопасности, пройденным тестом, рекомендациями и детальным описанием выполненных проверок. Давайте перейдем на подробную информацию, детальное описание. Общее количество проверок на данный момент равно 17. Это такие проверки, как конфигурация CORS, CSP, открытые HTTP методы, подробный ответ от сервера, куки, небезопасные заголовки и ряд других тестов. Предлагаю взять несколько для примера. Скажем, Mixed Content. Мы проверяем, что если используется безопасное соединение, то проверка идет по всем ресурсам. Если же какие-то из них используют HTTP, то возрастает вероятность организации MIT-матай. В Insecure Headers нередко попадает дополнительная информация о версии сервера, используемых компонентах, после чего злоумышленник по базе находит соответствующий эксплойт и действует по указанному вектору атаки. Такая излишняя информация полезной функции для приложения самого не несет, а злоумышленнику помогает обойти защиту. Или, казалось бы, весьма безобидная проверка HTTP методы, но здесь также важно закрыть все лишнее, потому что порой позволяет обходить авторизацию. Количество проверок и веб-приложении будет расширяться и охватывать еще больший спектр анализа. Как я упомянул, рассмотренный список проверок неконечный и будет расширяться. В ближайшие месяцы запланированы новые профили сканирования, которыми пополнится периметр сканер. А сейчас будет здорово, если вы напишите в комментариях, какие инструменты контроля периметра были бы полезны лично вам или вашей компании. Что бы вы хотели увидеть для анализа вашего периметра или приложения. А я, в свою очередь, раскрою ближайшие планы, поскольку мы ориентируемся на обратную связь от пользователей, то, возможно, на основе ваших ответов мы скорректируем приоритеты и выпустим что-то скорее. Из ближайшего в планах, пожалуй, я могу бы это можно сказать, потому что релиз будет достаточно скоро. И нас очень просили выпустить профиль по SSL-сертификатам, в котором будет оценка защищенности и главная функция мониторинга истечения срока действия и валидности сертификатов. Профиль определит качество сертификатов всех ваших доменов и заранее сообщит о необходимости их продления. Также мы планируем добавить информацию об уязвимостях, инвентаризации приложений, доменов, поддоменов, мониторинг срока регистрации доменов и проверка на WAV, прокси и прочие проверки. Все это будет в периметре сканера. И вы в любое время можете написать нам или сейчас в комментариях ваши пожелания, и мы будем очень благодарны за вашу обратную связь, что для вас сейчас наиболее актуально и что мы можем улучшить. Можно сказать наверняка, что будет определенный период бета-тестирования новых профилей в несколько этапов, и те, кто даст любую обратную связь по периметру сканер, будет в первой волне бесплатного тестирования, кто сможет воспользоваться всеми преимуществами новых профилей раньше других. И как мы все понимаем, что одно дело обнаружить, а другое дело защитить. И если у вас ограниченные ресурсы, вы можете взять в работу рекомендации по обеспечению базового уровня и постепенно внедрять их, то достаточно воспользоваться периметром сканером, который эти рекомендации предоставляет. И вы сможете передать этот отчет о сканировании разработчику или системному администратору, а по окончании работы снова просканировать периметр и сравнить результаты. Но, как я и сказал, что периметр-сканер – это лишь первое звено в цепочке вашей кибербезопасности. Если вы хотите защиту уже на продвинутом уровне, то в DevZone вы можете найти сервисы и для защиты почты, и облачных firewall, и сервис непрерывного метроинга уязвимости. Эти все сервисы сейчас доступны на платформе DevZone, поэтому вы можете зайти, и попробовать их написать нам, что вам понравилось, впечатления, и подключать их, соответственно. А теперь давайте взглянем на безопасность под совершенно другим углом, относящимся к социальной инженерии, а именно типу атак, называемых фишингом. Всем нам известно, что фишинг – это кибератака, и причем одна из самых популярных, эффективных, основная задача которой – украсть деньги или добраться до секретов. И тут я предлагаю взглянуть на некоторые цифры. Фишинг использовался в целой трети всех вторжений, и в то же время многие компании, более 20% уже относятся к фишингу как к самой важной проблеме безопасности. И по факту коронавирус – это также и пандемия фишинга, потому что весной email-атаки возросли более чем на 600%, и это если говорить об обычном email-фишинге в широком смысле. Но достаточно персонализировать рассылку на сотрудников, указав его имя, название компании, должность или отдел, как распознать фишинговое письмо становится гораздо сложнее. Спирфишинг – самый распространенный таргетированный вектор атаки. Давайте рассмотрим еще свежий случай. Недавно компания GitLab, которая, как все мы знаем, занимается разработкой программного обеспечения, провела рассылку, провела проверку своих сотрудников на фишинг, отправив им письмо, якобы отойти от дела, сообщавшее о необходимости обновлению ноутбука, и 20% заполнили формы на поддельном сайте. То есть каждый пятый сотрудник попался на фишинг. Только вдумайтесь о эти цифры, и это наиболее опытные разработчики и IT-специалисты. Что говорить об обычных пользователях? И теперь давайте перейдем к нашему сервису FishZone. Он работает так же, как реальный фишинг, моделирует дельное письмо, которое вызывает доверие у пользователя и побуждает выполнить нужное нам действие, открыть вложение с макросом или заполнить форму на сайте. Отличие в том, что FishZone – это учебный фишинг. Она не использует и даже не хранит конфиденциальные данные, которые передают пользователю. Однако фиксирует сами факты перехода по ссылкам, открытие опасных вложений и заполнение форм на страницах. И эта наглядная статистика показывает, насколько ваши сотрудники доверчивы и позволяет узнать, кто именно попался на фишинг. Давайте посмотрим, как выглядят сервисы изнутри. Открываем сервис FishZone. Создаем в сервисе новую рассылку. И выбираем сценарий изменения пароля Outlook Web, который предусматривает заполнение формы на сайте. Добавляем рассылку. Настраиваем базовые параметры рассылки. Указываем адрес отправителя вебинара собачка.отлук.вп.ру. Отправляем тестовое письмо. И получаем вот такое письмо. Давайте сейчас перейдем в почтовый клиент. Якобы от технической поддержки, который сообщает о том, что срок действия пароля истекает уже через два дня. И убедительно просит в кратчайшие сроки изменить пароль в избежании проблем с доступом. Как мы видим, прилагается инструкция из двух шагов. Фокусирует письмо, делает фокус на ссылку, чтобы пользователь перешел по самой ссылке. И после перехода по ссылке оказываемся на странице, которая выглядит очень похоже на оригинальную страницу Outlook Web. Я заполню форму пару раз. Убедимся, что работает валидация. Теперь заполняем форму с одинаковыми паролями, чтобы валидация прошла. Как видим, пароль успешно изменен. Далее переходим на страницу тестовой рассылки и видим, что переход по ссылке был один, а заполнение формы два раза. Все верно. Выше наблюдаем метрики со статистикой по рассылке, подробную информацию о пользователях, совершавших какие-либо действия, переход по ссылке, вот персональных данных, дату, IP-адрес, браузер, юзер-агент и прочие детали перехода в пользователь. Итак, мы рассмотрели рассылку заполнения формы Outlook Web. И в PigeZone вы найдете ряд других сценариев. Давайте посмотрим на эти сценарии. В том числе и сценарии со скидками в кино и на авиабилеты, которые скоро станут доступными, снова актуальными и содержат в письме уже вложение с макросом, при открытии которого событие данное будет зафиксировано и изображено в статистике вашей рассылки. И наши клиенты регулярно проводят свои антифишинговые рассылки с количеством получателей от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч. И многие компании пользуются бесплатными сценариями, один из которых я сегодня уже продемонстрировал, набор сценариев будет пополняться и чтобы вы могли подобрать наиболее подходящие для вас. Некоторые сценарии особенно хорошо проявили себя в рамках акции Stay Home. И здесь я передаю слово Раме, который расскажет нам о результатах. Раме? Да, спасибо большое, Сергей. Давайте я сейчас... Я тот экран на этот раз расширил. Окей. Да. При тем, как я продолжу твою мысль, тут многие спрашивают про то, когда будет демо, когда будет демо. Ну, в принципе, вы можете сами зайти на dev.zone прямо сейчас и все самим проверить. И по поводу фишинга в том числе. Вот, например, мы во время... Вы же видите мой экран, да? Сейчас я проверю. Да, отлично. Во время... Ну, в начале карантина мы запустили... Компания Bizon запустила акцию Stay Home, о которой рассказал Сергей. И мы запускали... Мы давали доступ людям в различные сервисы, которые обычно платные. В том числе в фиш-зон, который... И под это дело мы создали такой вот сценарий, который очень наглядно показывал людям, почему сейчас... Почему не стоит водиться на фишинг, связанный с коронавирусом. Они получали вот такое вот письмо, где предлагалось пройти бесплатное тестирование в ближайшем... Якобы от Роспотребнадзора в ближайшем центре. Это письмо содержало... содержало вложение с макросом, которое отстукивало нам на сервер. Также пользователь мог пойти по ссылочке и попасть вот на такой сайт замечательный, где предлагалось ему заполнять персональные данные для того, чтобы записаться на тестирование в ближайшее место. После того, как он заполнял тестирование, он получал вот такую... Видел вот такую вот инфографику, где ему наглядно показывалось, на что обращать внимание, чтобы не попадаться на фишинг. Собственно, вы можете сейчас использовать... воспользоваться этим сценарием, он сейчас доступен у нас. Кроме того, возвращаясь к акции Stay Home, мы планировали его закончить на этой неделе, то есть до конца июня, но специально для участников этого вебинара. Вы можете, если вы зарегистрируетесь, оставите заявку сегодня или просто зарегистрируетесь на DevZone сегодня, мы продляем эту акцию на месяц, и вы сможете получить доступ к некоторым сервисам, которые обычно платные. Например, к Cloud Web Application, Firewall, Cloud Email Security Protection, управляемый сервис защиты почты. Ну и кроме того, фиш-зоны и периметр-сканер, также которые и так бесплатные. Пожалуйста, проходите по ссылке, будем рады, будем рады вам. Мы, к сожалению, немножко затянули, не попали в тайминг, поэтому я сокращу свою финальную часть. Сразу перейду к нашим планам. Тут очень много вопросов в чате о том, планируем ли мы то или другое, как мы получаем обратную связь и так далее. У нас достаточно гибкий roadmap, при этом у нас очень много планов до конца года. Мы будем расширять функциональность периметра сканера, будем добавлять новые сервисы, в том числе будет добавлен в ближайшее время сервис Security Fitness, Compliance Control, буквально на днях появится сервис для автоматизации собственно, compliance. также профили контроля SSL. А, и во время бета-тестирования мы получили огромное количество фидбэка. Много конструктива, много пожеланий каких-то и вообще в целом обратная связь от сообщества, экспертов по кибербезопасности, она удивляет и очень мотивирует разработчиков. То есть мы на каждом этапе разработки обсуждаем все те или иные требования, которые поступают. Поступают они через саму платформу или по e-mail, иногда мы созваниваемся с клиентами. Вот. И я хочу сказать спасибо большое тем, кто участвует в бета-тестировании и призываю вас присоединиться к нему. Мы будем рады, если вы присоединитесь. Сделать это достаточно просто. Просто проходит, набираете dev.zone, оставляете вашу почту и все, и можно уже работать на платформе. После того, как мы проверим вашу инфраструктуру, чтобы удостоялись, что вы не сканируете что-то чужое, вы можете начать работу с бесплатными сервисами, можете подключить какие-то другие сервисы, о которых шла речь. В принципе, начать работу. Я думаю, что на этом можно уже закругляться. Если вам интересно обсудить дальше, свяжитесь с нами с помощью TeamSobachkaDevZone или зарегистрируйтесь на платформу, и у вас найдем. Вот. Еще раз большое спасибо. Большое спасибо Сергею и Жене, что сегодня выступали. Всего хорошего. Будьте здоровы. Продолжение следует...